Добро пожаловать на наш канал! Реалити-шоу, в котором участник должен пройти 8 этажей и выжить, сражаясь с разнообразными генно-модифицированными уродцами и избегая смертоносных ловушек. Ради чего же главный герой рискует своей шкурой? Вот вы бы сунулись на обувь со снеговиками, слепленными из желтого снега. Я нет. Деньги явно не стоят таких рисков, хотя кому как. Кажется, я начинаю понимать. Над физикой тут явно постарались. Кстати, позже я заметил, что это единственный предмет, на котором так постарались в плане физики. Короче, нас промотивировали, и мы можем пойти рисковать своей шкурой. Каждый уровень создаётся со случайным набором комнат. При входе в главную комнату, то есть прямо, с нас снимут несколько единиц популярности, а при заходе в дополнительные боковые прибавят её. В комнате нас ждёт либо несколько монстров, либо ловушки и загадки. Последний представляет собой сейф, код от которого спрятан в комнате. Попытаются ещё комнаты с ловушками. Некоторые из них не требуют особой ловкости, а вот некоторые... Прррр, да ну нахер. У некоторых комнат есть одна проблема. У них очень много опасного дерьма на полу. Несколько капканов и шипов куда бы не шло, но в некоторых комнатах процентов 80 покрыто шипами и прочими опасными вещами. Причём оно никак не взаимодействует с монстрами, а левитируют они далеко не все. Было бы несколько интереснее, если бы от шипов противники уворачивались, а не шли по ним и попадали в капканы. Популярность тут крайне важна для выживания. Во-первых, здесь есть куча автоматов, которые дают здоровье, патроны и броневую замену на популярность. Во-вторых, при высокой популярности нам даются дополнительные артефакты. Артефакты бывают полезные и не очень. Полезные дают бассивные бонусы, типа плюсов к характеристикам, увеличение боеприпасов и так далее. Например, уточка даёт значительную прибавку популярности. А если взять значок флэша, то возрастёт скорость. А затем появится зум и отпи***т вас. Шучу. Причём некоторые из них даются вам навсегда. И при каждой новой игре они уже будут при вас. Типа двухстволки на старте, карты для разведки комнат и так далее. Вредные же дают всевозможные минусы, как урон к характеристикам, так и довольно же дорожающие вещи, типа спотыкания при беге или изменения уровня наклона камеры. Причём при низкой популярности вам его могут вручить ваши же зрители. Некоторая комната заперта на замок. Для открытия используются отмычки. Самки тут нескольких уровней сложности. И их вскрытие вызывает у меня некоторое недоумение. Во многих играх при высоком уровне сложности вас просто не подпустят к замку, либо отмычка будет очень чувствительна к углу наклона. Здесь же от сложности зависит скорость перемещения отмычки. Но вот кто только заставляет столь яростно дрочить отмычку в сложенном замке и держит её сам герой. Он что, сам себе и решает создать дополнительный геморрой в жизни? В конце каждого уровня нас ждёт босс. Поначалу большинство из них кажутся тяжёлыми, но стоит слегка обмазаться артефактами и большинство из них выносится на раз-два. Скажем, червь из третьего этажа способен поначалу доставить проблем, но если прийти с дробовиком, то убить его можно за 5 минут. И на самом деле, это довольно хороший способ продлить интерес к игре. Сначала игра трудна, и мы не пройдём дальше третьего-четвёртого уровня, а когда переноровимся, первый уровень будет пролетать намного быстрее. Оружие здесь представлено вполне стандартными пистолетами и автоматами, так и парой футуристических пушек. Проблема тут в том, что в игре лично у меня был очень жёсткий дефицит боеприпасов. В сейфах их попадается не так уж и много, за репутацию их покупать тоже не очень удобно и накладно, плюс некоторые виды оружия, типа той же двухстволки, очень трудно снабдить патронами по полной. От одной закупки вам придёт лишь 2-3 патрона, так как начисляются они тут в магазинах. В итоге, в 90% времени игры будете бегать с обычным пистолетом, патроны которым бесконечны. Да, позже он будет заменён намного более мощными двуствольными пистолетами. Сначала одним, а потом двумя. Но в игре всё-таки было бы намного веселее, будь у нас больше оружия, которое мы бы не откладывали для битвы с боссами, а использовали бы постоянно. В конце концов, у нас тут не хоррор на выживание, где каждый патрон нарезал золото. Саундтрек тут весьма неплох, но, к сожалению, музыка звучит только во время боя с боссами. Было бы неплохо, если бы для боя было бы пару-тройку задорных саундтреков, как в том же, скажем, UberMosh. Но больше рассказать мне, в принципе, по нему особо нечего. Ещё несколько напрягает то, что сохранить можно только между уровнями. Если выйти в середине этажа, то прогресс сотрётся полностью, придётся начинать даже не с того этажа, а с самого начала игры. Ну что же, пора подвести итог. Стоит ли игра своих денег? Как по мне, определённо стоит. Если хотите поиграть довольно динамичный шутер без перекатов или генерации, то эта игра определённа для вас. Плюс, если вы любите постремить игры, то в Негратию будет вдвойне веселее, так как вы можете скинуть ссылку на вашего персонажа вашим зрителям, и те могут голосовать за то, чем вас накрадить или наказать по совершению очередного раунда, что только добавляет веселье. А на этом у меня всё. Жалобы, замечания, предложения – засуньте в комментарии. Всем пока, не болейте. Вот смотрите, там нужно запереться и избежать атаки жутких кукол-младенцев. Логично было бы выключить фонарик, но нет, главный герой до этого допереть не может. А вот кровожадным куклам надоест пробовать извлечь нас, или они испугаются света. Хотя, скорее, через пару минут их испугает запах.